Да нет, брат, ну серьезно, кто-то, Ильич, Владимир Ильич. Ну хорошо. Я не знаю, кто это. Я не знаю, я здесь серьезно говорю. Собрались два блогера в Москву на тачке. Да все будут писать, что это постанова, брат. Я и говорю, постанова, постанова. Что было в 1812 году? Я не знаю. Да ты прикалываешься. Откуда я прикалываюсь, я не знаю, я знаю. Всех приветствую, кто меня не знает. Я самый знаменитый блогер этой всей страны. Знакомый. Знакомый. Я самый популярный видеоблогер в этом говнище, в этом ютубе. Да? Да, смотрю. Красава. Я приехал в Москву, я буду покорять, я буду делать там это Москва, там туда-сюда. Отвечаешь правильно на 5 московских вопросов. Тысячонку я тебе закидываю. Москвичи, проверим вас, тупорылые вы или умные, интеллигентные и образованные, как негодятые вы. Я вообще с Питера приехал. Кто там лежит у вас в Мавзолее? Мавзолее. Я не знаю, здесь перезанно говорю. Я не знаю. В Мавзолее кто валяется, брат? Не знаю. Сыныч, не знаешь? Ну я и говорю, я арсиваю. Есть у вас Красная площадь. Я, кстати, там еще не был. И не пойду. Что туда ходить, туда все ходят, блин? Ну да, да. Там есть Мавзолей. Мавзолей это что такое? А я там не был, я не знаю, что было. А ты знаешь, да, ответ? Ты знаешь? Мавзолей это как, короче, там охранники стоят, чтобы никто не заходил. А он лежит там с бородой, с усами. Ну, как классно. Лысенький. Что это за мужик, брат? А, я не знаю. Да ты прикалываешься над вами. Я не знаю. Эх, брат, ты контент мне делаешь. Спасибо тебе, брат. Сейчас целовать тебя будет. Владимир Ильич Ленин. Здорово. А это что за мужик? Правил страной. В конце 20 века устроил перестройку. Устроил перестройку. А что такое перестройка вообще? Острудняюсь ответить. Слушай, Ленин и все, больше ничего не знаю. Пофиг бы. Хотя бы, что за мужик вообще? Какого хрена он там лежит уже там? Ну, такой серьезный мужик. Не одну сотку лет, да, походу, делать? Ну, лет 20. Что он сделал? Он красавцем был. Нет, серьезно, брат. У нас серьезный контент. Нет, если без шуток, то вообще не знаю. Имя Ленина, кем он был в 30, не знаю. Ну, подскажи, братишка. Слушай, для меня Ленин это диктатор был. Понял, да? Да нет, брат, ну серьезно. Кто-то. Ильич. Ильич. Владимир Ильич. Ну, хорошо. Я не знаю, кто это. Ну, он замутил революцию, поэтому его не хоронят до сих пор. Какую революцию? Владимир Ильич Ленин. Владимир Ильич Ленин. Ну, брат, я хитрый, я начал со сложненького, я тебя проверял. Давай теперь легкотню редкостную. Прикол моего шоу, что я задаю очень простые вопросы. Доброе утро. Доброе утро. Это в монтаж не войдет. Что надо говорить? Что мы приехали? Да. Приплыли? Что ты бодр и горяч? А, я очень бодр и горячий. Какому врагу отдана была спаленная пожаром? Кутузову. Что такие трудные вопросы? Скажи-ка, дядя. Скажи-ка, дядя. Ведь не зря... Ведь не зря... Подожди, подожди, не зря. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спаленная пожаром. Что дальше? А я не помню. Секунду. Я сейчас тебе перезвоню, я сейчас снимаю. 1812 год. Что за дерьмища происходило в нашей стране? А, это была... Подсказка, подсказка бешеная. 1812 год. Не поможет, не поможет. Сука. Первую букву. Москва. Сейчас. Москва спаленная пожаром. Спаленная. Куски лягушачьих лапок просто взяли и накинулись. И чуть не до кровухи растерзали. Сисяндрики-то все. Да не знаю. Не помню. Да все будут писать, что это постанова, брат. Я и говорю. Что было в 1812 году? Я не знаю. Да ты прикалываешься. Откуда я прикалываюсь? Я не знаю. Я не знаю. Блять, кто... 1812 год. Тысяча. Москва спаленная. Французам отдана. А, красава. Не, ну, фу немцы. Французам. Костенка еще раз. Французы. Гениально. Ой, извиняюсь, Кутузов отдавал Наполеону. Москва спаленная пожаром. Французам отдана. Наполеон кто такой? Ну, такой человек французский. И что он сделал? Напал на Россию. Видишь, немножко подсказал, и ты сразу же нашел верный путь. Да, я изображаю. Французам. Ты вообще москвич? У кого спрашивают, все не москвичи, прикинь. А вот в Питере у всех спроси, все говорят, мы питерцы. Кто основал эту не нашу Москву, бро? Подумать надо. Кто основал? Москву? Да. Ленин. Ельцин. Александр Невский. Так, ну я помню, что Москва тогда была столицей. И потом Питер стал столицей. Вот. Петр Второй, что ли, или Петр Первый назначил? Питер, по-моему. А кто основал? Не знаю, предположение, Петр Первый. Петр Первый? Не знаете, да? А Питер кто основал? Ну вот я из Санкт-Петербурга. Я знаю, кто основал Питер. Вы знаете? Про Петербург не знаете, да? Нет. Нет, я сучу не Ельцин. Конечно, не сучу. Да. Да нет, подумай. А ты что знаешь? Слушай, вот я не помню, но... Ну давай, я говорю имя, а ты говоришь фамилию. Юрчик. А, Юрчик? Блатной такой. Вопросы делал, решал там, делал там, конкретно. Я, брат, не знаю. Вот это я бы сейчас не знаю. Ну ладно, братик. Спасибо тебе за то, что ты создал нам контент. Давай. Давай, брат. Это канал называется. Негодяй ТВ, братиш. Все, ладно. Его фамилия, это вот, когда ты ими пользуешься, ну, запаздываешь немножко с этим делом, понимаешь? Вялоиграюще все происходит. Вату катаешь, ты понимаешь, вот этими культяпками своими. Вот тебе брат подсказал. Долгоруков? Юрий Долгоруков. Юрец? Долгорукий. Мне кажется, Долгорукий, нет? Что ты мучаешь меня, елки-палки? Москву? Да. Долгорукий. Юрий Долгорукий. Юрий Долгорукий. В каком году была основана Москва? Опа! Подловили. Вот я питерец, я знаю, что Петербург основали в 1703 годике. В 1812. 1812 год. То есть, короче, в Москве получается сейчас сколько лет? 200, что-то там, 200, 200, 25, 209, 204. С математикой всегда было говно. В Москве 207 лет. Молоденькая сучка. 861? 861, еще вариант. Сложный вопрос? Не, я сейчас вспомню. Давай, конечно, вспоминаю. Я тебе подскажу. Тысяча. А дальше что там? Блин, честно, не помню. Ну, все, братиш, тогда расход. Все, спасибо тебе, душа. 970. Давай. Ну, сколько садов можно. Да, конечно, давай сходим. Именно Москва-Сити, башня. Да какая нахрен Москва-Сити? Москва. 1945. Если, блядь, спалили Москву в 810. Она уже была, ну подумай. Значит, до этого момента. 1910, да? Балбоем. 1870, он уже за 20 лет. Значит, 1800... Да нет. 1700, я не знаю. Это прям очень... Я не знаю, но мне, ну... 1500... Ну ладно, ребят, 1147 там где-то так. А, да. Совсем не знаю. Бомба, еще круто, круто выиграл. Ай, блядь, что-то. Можно я подниму? Да, раздевай. Ой, иф, 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 какой ты опасный. Ара, Чабанян, Андрей Мартюк. И в Инстаграме ищите. Саватаны, мапер. Саватаны, мапер. Украина, Россия, это братья. Всегда были и будут. Потому что я из Украины, поэтому я... Подъездал. Хотя я знаю, видишь, про Москву какие вопросы. Какие позитивные немосковские парни. Инстаграм у меня очень четкий. Подписывайся на Инстаграм на мой. Классно я замутил вот эту рекламу своего Инстаграма, да? Я очень профессионал. Я в Санкт-Петербурге. Мы уже приехали. Я развез пацанов. Менечка поездочка, конечно, утомила. Потому что спастеньки было мало. Для чего я ездил в Москву? Нет, не для того, чтобы снимать вопросы на школьную тематику. Я стремлюсь красиво замутить вам шоу в тачке. Выпуск один вы уже видели. Прикол этого шоу в том. Посудим-ка мы вот сюда, на наше креслице какого-нибудь топового блогеров, звезд каких-то, которых вы любите. И будем тут с ними тереть. Нашу волну будем выдвигать. Будем так, как есть, говорить. Для того, чтобы снимать шоу в тачке и приглашать к себе на это шоу известных людей, за это надо запошлять ловышку. Вот к кому там не обращаешься, одному нужно полмиллиона, другому 200 тысяч, другому миллион нужно заплатить. Конечно, по этой дорожке мы не пойдем. Ни в коем случае. Потому что, во-первых, бабочек нету. Во-вторых, если бы даже бабочки были, ребята, мы делаем все по-другому. И эта поездка была продуктивная, потому что через там братьев, там знакомых, близких, там сейчас мы состыковались с очень серьезными людьми, имена которых я не могу называть. Скоро поступит мне звоночек и скажет, Женек, давай-ка в Москву подваливай. Есть тут топовые вот ребята, которые с удовольствием сядут к тебе в твою колесницу, и ты сделаешь топовый контент. Поэтому, друзья, ненавижу, когда вот ты куда-то так, сука, делает просто. Вот, я так, глаз мне сто. Ждем новое шоу в тачке. Сука, такие ямы, это просто невыносимо. Просто, просто, пиздец. Я слов просто нету. Ездишь, блядь, как я не знаю, где вообще. До свидания.